Здравствуйте, уважаемые телезрители! У нас в гостях Наталья Югова, директора Одесского военно-исторического музея и методист этого музея Сергей Платовский. Мы поговорим о том, какая экспозиция совсем недавно открылась. 20 февраля открылась экспозиция, посвященная нашим героям, воевавшим в АТО. Она посвящена будням военной службы, будням военных формирований в Юго-Украине, то есть командование которых находится в нашем городе. Это понятно, что оперативное командование Юг, и воздушное командование оперативное Юг, и военно-морские силы Украины. На открытии достаточно представительно было. Были и ребята-лицеисты из военных лицеев, были и воины, и ветераны АТО, и родственники погибших. В общем-то, экспозиция работает, приходят люди, смотрят ее. Первый вопрос, прежде всего, как долго она будет представлена, эта экспозиция? Теперь уже постоянная. Она постоянная? То есть помимо того, что у вас было представлено, как вы подбирали экспонаты, фотографии? Ну, мы начали эту работу, наверное, с лета 2014 года, когда уже понимали, что происходит, когда началась антитеррористическая операция. И сама, в общем, тематика нашего музея, она подготавливала нас к этому, что мы будем заниматься этой темой. Потому что уже с первых дней проведения антитеррористической операции наши воинские части, которые входят в состав оперативного командования ЮГ, там принимали участие. Мы уже знали про 28-ю механизированную бригаду, что она там, и остальные воинские части. И поэтому уже сбор материалов шел, я же говорю, с лета буквально, и фотографии, и экспонаты, которые нам привозили. Нам очень помогло в этой работе оперативное командование, потому что мы-то там не были. А офицеры управления по морально-психологическому обеспечению войск, полковник Масленко Сергей Анатольевич, который был нашим куратором, по его команде к нам ехали, ехали, везли все, что можно. Иногда в моем кабинете это было просто, знаете, пока мы там все не запишем. Это были запасники, короче, в музее. Это были запасники, да. То есть экспонаты нам везли оттуда, материалы мы собирали, фотоматериалы, это было проще, потому что сейчас существует интернет. Еще один путь. У нас же госпиталь рядом, и ребята от овцы, как только поправляются, немножко выходят погулять, и мы же рядом, буквально за стенкой. То есть от разговоров с ними поступала очень интересная информация, мы многое уже знали, говорили с ними, они делились с нами материалами. Мы, даже отрывая от сердца, отдавали какие-то вещи, которые стали экспонатами нашего музея. Это еще один вариант. Ну и потом через службы, которые курируют сейчас участников АТО, через Таражука Николая Николаевича, это державная служба, по которой занимаются проблемами участников АТО. Он к нам присылал тоже очень многих людей. Не могу сказать, что сложилась четкая такая работа с волонтерами, как-то у нас не получилось, обещали, придем и так далее. Ну, нам, в принципе, хватило того, тот объем, который у нас был, потому что... Ну, волонтеры, может быть, сегодня больше ориентированы вот туда, на линию фронта, и они занимаются той помощью, которой необходимо. Да, как-то они были заняты, мы поэтому не особенно настаивали, потому что материал у нас был, он шел со всех сторон, и оперативное командование, как говорится, вело одно направление, это экспонаты, мы там собирали все остальное. Ну, и вот так и родился этот зал. Сергей, ну, вот все то поступающее, все эти материалы, которые поступали к вам в музей, конечно, их надо было систематизировать, да, их надо было каким-то образом, так сказать, выстроить в единое целое, потому что, вот, ну, как Бровнское движение, да, поступали совершенно с разных источников и совершенно разные, так сказать, материалы, и из этого надо было выстроить общую картину, потому что экспозиция предполагает себе экскурсионное повествование и какое-то вот поступенное вхождение в этот материал. Ну, при поступлении экспонатов, вот это одна из основных вещей в нашей работе, то есть происходит ее, происходит атрибуция экспонатов. Ну, приходилось просто постепенно наращивать квалификацию в самых разных областях, в том числе военных, для того, чтобы отличать там бронежилеты самых там разных видов производства, различные виды вооружения, боеприпасов, чего только не было там на самом деле. И, соответственно, у нас экспозиция, она построена по хронологическому такому принципу, то есть она начинается с событий весны, лета 2014 года, доходя до наших дней. И, конечно, вот в ходе антитеррористической операции особо выделилась ситуация в Донецком аэропорту, потому что это стало таким, как основных из символов данного конфликта. И, кроме того, одним из наиболее ожесточенных таких эпизодов этой войны, наиболее жестоких. И беспощадных. Да, и поэтому, ну, как-то сам Бог велел, тем более у нас были ребята, которые там были в аэропорту, которые нам, ну, как подсказывали очень многие такие тонкости, которые мы стремились получить из первых рук. Поэтому, ну, безусловно, так вот случилось, да, сошли звезды, можно сказать, что у нас родилась такая целая инсталляция, посвященная именно битве за аэропорт. Там принимали участие в создании целый ряд людей, в том числе и участники этого самого сражения. Ну, вот, надеюсь, что посетители нашего музея ценят этот труд. Мы хотели показать разные стороны этой войны. Ну, судить одесситам и гостям нашего музея, как это получилось. Вот очень важная эта экспозиция, ну, не знаю, немножко такое затертое, избитое, словосочетание военно-патриотического воспитания, но на самом-то деле оно-то есть. Наверное, все-таки героика патриотическая, национально-патриотическая уже как-то та военно-патриотическая, как-то оно уже меньше используется. Да, меньше используется. Ну, ветераны все-таки еще используют терминологию. Но и наверняка вы приглашаете, наверное, школьников, да, какие-то организованные группы, и есть люди, которые просто с улицы заходят. А работают музеи в какое время, со скрытия, до скрытия? Мы работаем с 9 вообще до без 15,6, экскурсии с 10 до 4. Экскурсии у нас в основном проходят по заявкам, то есть надо нам просто элементарно позвонить. Мы определим день, время, когда люди могут к нам прийти, и мы проводим экскурсии и в этом зале, и в тех залах, которые были до этого. Проблем никаких нет. Для вас это уже вторая война? Да. Вы пришли Афганистан? То есть тот опыт, который вы накопили, и вот работая тогда, вот здесь с Афганистаном помог вам. Вы знаете, что я вам скажу? Вот когда началось всё это, у меня была чёткая, ясная картина того, что мы должны делать. То есть когда мы проходили, ты проходишь это один раз, то уж ты понимаешь, что нужно собирать и собирать. То есть сначала он собирается, потом он систематизируется. Потом чётко понимаешь, где у тебя чего-то не хватает. Потом ты понимаешь, что у тебя тут вот этого нет, этого нет. Пропустил то, и самое главное, знаете, как наклеено всё идёт, потому что ты понимаешь, ты видишь уже фактуру того, что нужно будет в этом зале. Вот даже хочу сказать, что мы когда начинали, Сергей подтвердит, у нас не было дизайнера. У нас нет возможности нанять дизайнеров, чтобы нам, знаете, сделали проект архитектурный и так далее. И всё, в принципе, мы с самого начала делали сами. Вот две головы, три головы, как получалось. И мне так кажется, что мы иногда сами смотрим и думаем, что, наверное, всё-таки неплохо у нас вышло. Будем надеяться, что так получится. А то, что опыт помог, он помог и в создании экспозиции, и в архитектурном решении. Ну и не случайно, наверное, выставка открылась буквально спустя несколько дней после отмечения даты вывода наших войск из Афганистана. Практически через пять дней. Вы знаете что, мы отработали вывод войск, а больше мы, наверное, хотели всё-таки открыть это к 20 февраля. У нас, честно говоря, была идея открыть до коню сборных сил Украины в декабре. Мы не успевали, это было сложно. Пошёл новый материал, и надо было всё-таки всё это распределить. И поэтому мы открывали даты-то рядом, да, какая-то аналогия вроде как-то есть. Но всё-таки больше к коннекции Крыма, к 20 числу, ко Дню Небесной Сотне. Если вспоминать Афганистан, что больше всего вам врезалось в память, где вам удавалось побывать, с кем общались? Вы знаете, в 83-м году, когда проходили различные конференции в Ташкете, мы уже знали, мы слышали, мы знали о том, что кто-то закрыл грудью кромандира, кто-то подорвал себе гранаты. Мы уже понимали и знали, при нас это говорили, мы слышали это в выступлении наших высшестоящих начальников. Вот тогда родилась идея, что нужно сразу собирать материал. Я, вы знаете, даже не могу сказать, что это был, мы считали, чем-то там таким героическим. Нет, это была обычная работа, надо было ехать, ребята погибали, бывали разные случаи, надо было ехать, надо было всё это собирать. И с 83-го года, в принципе, я летала одна от Туркестанского округа, от Центрального музея, по-моему, там ещё пару человек были. Шиндан, Джалабад, Фетзабад, Кундус делали комнаты боевой славы. Тяжело было в том плане, что запомнилось тяжелее всего вот эти вот будни тяжёлые. Когда, например, в Кундусской дивизии, я очень хорошо помню, когда ушли на операцию в 5 утра, открылись ворота. Потом слышал был шум боя, а во время обеда сказали, что уже 9 погибших. В 4 часа кто-то пришёл, сказал уже 12. Я очень хорошо помню эту кундусскую дивизию, где стояла 201-я дивизия, когда пронёс все БТР и держали на руках ребят забинтованных, знаете, вот кровь была видна. Наверное, вот это. И поэтому очень тяжело мы, я, например, пройдя уже это, мне тяжело смотреть на вот эти вот сейчас, то, что вот у нас материалы показывают, ребята, которые гибнут на Востоке. Мамы приходят, тёти приходят, родители приезжают, с ними общаешься. Больно. Просто больно. Это ещё очень такая тонкая грань, тонкая вещь. С одной стороны, да, надо фиксировать, надо, так сказать, отражать вот все эти события, которые там происходят сегодня. Вот. И говорить об этих ребятах. Но с другой стороны, есть родственники, есть близкие люди, для которых иногда, ну, излишне, может быть, им может так показаться, там может быть какая-то излишняя помпезность, там, или излишняя какая-то героизация вот этих событий. И они, может быть, как-то это многоболезненно воспринимают, да, и в общении с ними надо как-то всегда вычувствовать этот такт, да, и чтобы как-то им не особо их обидеть, может быть, в этом отношении. Потому что у них это боль в сердце постоянно. Вам доводилось, да, при нём? Ну, дело в том, что у нас, можно сказать, одним из таких стимулов, главным для создания экспозиции, как раз вот таки были родственники погибших и ребята, которые приходили из госпитала. Причём, вот, по мере того, как шёл конфликт, приходили разные раненые, там, с разной степенью подготовки и в разном возрасте они были, из разных подразделений. И, ну, как, они, да, рассказывали, что там происходит. То есть, вольно-невольно ты начинаешь всё это пропускать через себя. То есть, помимо того, что у нас, как бы, музейная была работа, можно сказать, что своеобразная такая реабилитация. То есть, они просто приходили, видели, что, ну, у нас достаточно открытый персонал такой, и они просто начинали изливать часто душу. Им надо было, чтобы... Важно было, чтобы... Для меня, в свою очередь, это было важно просто понять многие эти вещи, которые не всегда можно там прочитать в каких-то там книгах, справочниках, узнать в телевизоре. Родственники погибших тоже, более того, у нас даже были родственники погибших на открытии зала. У нас был такой очень печальный момент в том, что 20 февраля 2015 года скончался один из наших соотечественников из Одесской области парень, это Виталий Порфирьев. Он был ранен, 18 февраля 2015 года попал в госпиталь, а 20-го числа он скончался. У нас были родственники Николая Антипова, это наш Беронистовский пограннотряд. Поэтому, ну, вольно-невольно все это через себя пропускаешь, чувствуешь, там, и боли, и обиды какие-то, и смешанное очень чувство вызывает любая война, любой военный конфликт. Приходится с этим тоже считаться. Но в любом случае, понимаете, как мы... Ну, я, во всяком случае, я смотрю на это таким образом, как на необходимую работу. То есть для многих музей это центр, ну, раньше так было, еще при Советском Союзе, особенно музей вот такого типа, как наш, это был центр военной пропаганды. С течением времени его функции изменились немножко. То есть у нас основная аудитория это дети в основном, там, туристы в том числе. И, кроме этого, музей это еще то место, где накапливаются, изучаются объекты материальной культуры. То есть вот сейчас идет конфликт, так случилось, что на данный момент это самый большой военный конфликт, в котором принимает участие украинская армия. Значит, следовательно, мы должны собирать вот эти вот материальные источники об этих событиях. И потом, спустя, там, десятки лет они будут тоже рассказывать о вот этих событиях с точки зрения сегодняшнего дня, так скажем. То есть последующее поколение, наши внуки-правники, они увидят, вот, чем жила наша страна, там, 50-60 лет назад, примерно, там, скажем, больше и так далее. То есть вот это одна из главных наших задач сегодня. Ну, по всякому случае, мне так кажется. Так я это вижу. Да, все правильно. Тут есть еще очень такая тонкая вещь. Ведь многие из ребят, они-то, может быть, не представляют общую картину, так сказать, ну, там, линии фронта, хотя мы называем это АТО, но, в общем. И какие-то стратегические, общие, тактические задачи, которые ставятся перед теми или иными подразделениями, вот, судят просто с точки зрения своего окопа, вот, так сказать, своей амбразуры. И иногда, ну, и в соцсетях читаешь, и так можно услышать иногда, ну, не то чтобы паникюрские, но и высказывания, там, нас предали, там, Иловайск, предположим, нас сдали, бездарное командование, бездарное руководство и так далее. То есть какие-то из этих вот монологов, из этих рассказов, наверное, надо как-то, ну, не фильтровать, что ли, но понимать, почему они возникают. Вы знаете, это все пройдет со временем. Я в этом убеждена. Дело в том, что каждый человек – это человек. Каждому что-то, каждому, у каждого своя правда. Бывает такое, но дело в том, что все время поставят, мы так думаем, что время поставит все на свои места. И вот, ну, даже не с этой целью, а мы когда делали экспозицию музея, мы решили, что у нас левая сторона зала, она будет посвящена событиям этой войны, начиная от боев под Красным Лиманом и заканчивая уже Дебальцево, мы заканчивали это январь-февраль 15-го года, а сейчас уже, видите, идет Авдеевка и так далее. То есть мы постарались дать полную картину этой войны, чтобы было ясно, что не только твой окоп, а были еще и там бои, и там бои, и там бои. То есть нам надо быть еще готовыми к тому, что, ну, вот экскурсии, экскурсии, да, вы возьмите хотя бы бои под Дебальцево, на Дебальцевском плацдарме. Как шло наступление, как защищали Углегорск, что происходило на опорном пункте Валера. Как, ну, и как шла вся эта блокада, почему оставили Дебальцево, это надо это все объяснять, говорить, и постепенно все это встанет, наверное, как-то все встанет на свои места, потому что пока сложно. Во-первых, мы, наша информация, потом идет информация с той стороны, которая иногда, знаете, как-то не тут не так, интернет уже работает. Вот, ну, все встанет, я уверена, мы, все встанет на свои места, и все, что нужно будет для этого сделать, мы для этого делаем. Ну, и в начале прям была наша передача, я говорил о том, что эта выставка посвящена, да, нашим героям, которые сражаются в АТО, но кроме этого она посвящена тем подвозделениям, которые входят в состав оперативного командования ЮГ. И у вас есть еще экспозиции, которые посвящены, так сказать, истории, то есть те экспозиции, которые уже существуют не один год, не один десяток. Вот, если можно у нас, ну, до окончания эфира, так пройтись по вот этим экспонатам, по вот этим отделам. Пожалуйста. Да, ну, хорошо, я сейчас скажу. Значит, дело все в том, что мы первый, на третьем этаже немножко перестроили залы. Мы сохранили историю с 1945 года по 1991, просто она переехала в другой зал. Раздел, посвященный Южному оперативному командованию, нужно было немножко обновить. И потом, в связи с тем, что оперативное командование теперь, Южное оперативное стало оперативным командованием, то есть произошла еще одна ступень, скажем так, преобразование округа. Это же все история Одесского военного округа, это 150 с лишним лет. Нет, останавливаться нам нельзя, мы ее продолжаем. Мы сделали, обновили раздел, посвященный Южному оперативному командованию, создали три новых стенда по оперативному командованию. То есть теперь мы это поделили на истории. То есть Южная оперативная – это уже новейшая история, а это история, а это сегодняшний день. Ну и нельзя уйти от того, что с 2014 года, с марта, в Одессе дислоцируются военно-морские силы, вооруженных сил Украины. Поэтому три стенда мы отдали, они сами делали свою экспозицию. Вот, и три стенда – это воздушное командование, о котором вы говорили. Так что современные вооруженные силы Юга Украины в возможном объеме представлены в нашем зале. Ну, экспозиция музея бывает всегда недостаточно эмоционально, если там не присутствуют какие-то макеты. Вот я понимаю, что сегодня заказывать какие-то макеты, делать, ну, диорамы, панорамы делать, конечно же, не будем сейчас вообще, никаких возможностей нет. Но остались еще умельцы, которые могут это делать. Потому что есть вот ребята, я просто знаю, есть ребята, которые занимаются военно-иссерической миниатюрой, но они там больше направлены на какие-то конкурсы международные и так далее. Ну, нам помогли коллеги, например, из Кровеческого музея. То есть миниатюра у нас представлена, две инсталляции большие были сделаны. Одна показывает часть блокпоста, который можно увидеть в зоне АТО, с него, собственно, и начинается экспозиция. Там такие укрепленные у нас ячейки есть, доты разнообразные. Конечно, они не могут удивить военных, но весьма увлекают детей. То есть им оно интересно, ну, просто там поможет... Ну, увидеть воочию просто. Да, увидеть воочию. У нас там практически живой снайпер сейчас окопался на третьем этаже. Это в рядах интереснейшая у ребят. Ну, это основная наша аудитория. Нам же не только их нужно военно пропагандировать, но и развивать просто их в общих таких пределах. Поэтому им это интересно. Ну, и кроме того, у нас еще живет и старая экспозиция. У нас 9 мая прошлого года была небольшая выставка сделана. Она сейчас функционирует, посвященная самодельному детскому оружию. Это нам друзья из иноисторического клуба «Варя» помогли. Очень интересные там есть экспонаты. Всех приглашаем к нам посмотреть их. Ну, и у нас приближается еще достаточно важная дата. 10 апреля, День освобождения Одессы. Наверное, тоже будут какие-то специальные мероприятия в музее, да, связанные с этим? Да, у нас они всегда проходят. В прошлом году мы делали большое мероприятие, да, у нас было. Мы делали это с ветеранской организацией ассоциацией моряков-подводников. Это Евгений Сеонович Лившин, который возглавляет и с областным советом мира. Так вместе мы собрались. И получилось, в принципе, достаточно торжественно, трогательно. Выступали и ветераны у нас. Мы поддерживали с ветеранскими организациями отношения. Так что, да, сейчас пойдет череда всех этих событий. Ну, и весна, период пробуждения, период большей активности. Потому что зиму, в общем-то, так пережили в более каком-то таком скукоженном состоянии, что называется. Да, теперь начнется светение. И с этим, наверное, будет каким-то образом продвигаться наша работа и ваша работа в том числе. Спасибо вам огромное. Напоминаю, что у нас в гостях были Наталья Ивановна Югова, директор Одесского военно-исторического музея, методист этого музея Сергей Плотовский. Не поленитесь, сходите в военно-исторический музей, посмотрите на эту экспозицию, которая недавно появилась в музее. Ну, знаете, где он находится. Мимо него пройти невозможно. Там экспонаты начинаются прямо с улицы, где стоят самолеты, танки, гаубицы, зенитные орудия и прочее. Ну, и на улице Пироговской. Я думаю, что вы получите дополнительную информацию и самое главное, образное представление того, что происходит на фронтах Украины. Вы разрешите секунду буквально. Я приглашаю всех школьников нашего города, обращаясь к учителям, к заучам, к директорам. Пожалуйста, если вы хотите действительно познакомить ребят с этими событиями, у нас все выдержано, все достаточно, как говорится, корректно. Да, да. Поэтому мы видели реакцию, к нам приходил одесский профессиональный лицей морского транспорта. Мы видели реакцию этих ребят, которым по 13, по 14 лет. Их реакцию на наш зал. И тем более, что у многих сейчас родители АТО воюют. Мы приглашаем всех. Пожалуйста, приходите, звоните и приходите к нам. Спасибо. Продолжение следует...